Дорогие наши телезрительницы, у нас есть для вас полезная информация, ну точнее гость. Сегодня в нашу студию мы позвали Юлию Харченко, преподавателя модной в последнее время техники самомассажа. Ну именно для того, чтобы сэкономить ваши деньги и рассказать вам, как массаж лица можно делать дома самостоятельно. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте. Я, наверное, человек темный, поэтому про самомассаж никогда ничего не слышала. Честно, расскажите, что это такое, что за направление? Это древнее направление, которое люди использовали всегда. То есть всегда мы хотели размять какие-то болезненные части тела. Сам массаж от массажа, естественно, отличается тем, что вы выполняете его самостоятельно. Есть техника пальчикового массажа, наверное, когда мы массируем пальцами. Ей можете показать несколько движений простых? Ну я могу, например, показать, как можно избавиться от морщин, вот тех глубоких на лбу, которые образуются от того, что мы как-то думаем очень много. Желательно по маслу, конечно, выполнять, но чистыми руками, по чистому лицу, это обязательно. И достаточно сильное воздействие должно мы прикладываем таким вот образом с пальца. Если я буду делать неправильно, вы мне говорите, пожалуйста, ладно? Вот этой вот частью мы сейчас будем работать. И мы прикладываем лоб, опираем на пальцы с силой. А насколько сильно нужно давить? Так, чтобы вы чувствовали, что вам немного больно. То есть должно быть воздействие какое-то. И от середины лба, дальше к пескам. Да, да, да. По току лимфы медленно достаточно. 10 движений по одной линии. Их условно у нас будет 3. Некоторых там вот 3 морщина. Вот по этим 3 морщинам нужно и выполнять эти разглаживающие движения. К примеру, линия лица, подбородок, шея. Для того, чтобы подтянуть овал лица, вот подушечки больших пальцев, так вот мы складываем в руки. И тоже, тоже по маслу, тоже с силой достаточно. И до ушей. Да, уводим к ушам. Подхватывать можно подбородок, как вот эту вот линию, так и вот эту вот поднимать овал. Еще от второго подбородка, вот простая техника, костяшками пальцев просто мы будем высказать. Не наверх, а именно вниз. Ну вот не шею, а именно подбородок. Да, да, да. Так, чтобы почувствовали какое-то глубинное воздействие. И потом, после того, как мы поскребли вот так вот, после этого нужно обязательно сделать такие похлапывающие движения. Просто привычные для нас принесения крема. Да, да, да. Да, для того, чтобы тонизация кожи произошла. Юля, а вы принесли с собой скребки, это называется, правильно? Скажите, для чего? Что это такое? Скребки эти у нас для массажа гуаша. Скребки разные бывают. Эти скребки вот некоторые считают, вдруг у вас есть какие-то такие продвинутые телезрители, они посмотрят. Вот этим вот скребком нельзя делать массаж лица, делают рыбками. Рыбками тоже делают рыбки, просто это более сложная техника китайская. Вот, а это... Это попроще. А, это попроще, это можно применять дома, и вот... А если нет скребка, можно чем-то заменить? Потому что, ну, казалось бы, не такой сложной конструкции предмет. Нашей суровой сибирской действительности очень сложно встретить скребок. Я сегодня попробовала на себе, поэкспериментировала обычной столовой ложкой, выпуклой стороной, очень важно, не... Чтобы не соскребсти себя лишнее. И по маслу обязательно, то есть прижимаем плашмя эту ложку, вот... Ну, то же самое, скребок мы вот берем в руку удобным положением, и вот от центральной линии, которую можно провести по лицу, мы будем выполнять все движения от нее. А скребок прикладываем плашмя, не вот, не острой стороной, и так, чтобы он глаз не закрывал, вот нижняя линия чуть выше, выше. Вот так? Выше, над бровью. Еще выше? Над бровью. А я не чувствую, где у меня бровь. Ну, она, она есть. И плашмя по маслу опять же ведем, у нас будет тоже условно три линии, хотя они все скребком покрыты, ведем к виску, медленно по току лимфы, лимфа у нас с медленной скоростью достаточно двигается. И до уха? И до линии роста волос, до виска. Сколько раз нужно повторять? Ну, 10, 10 по каждой линии. Вот, сделали мы 10 движений, соответственно, на 2 мм буквально мы смещаем скребок, и это у нас уже другая линия будет, давление. У тебя визуально не очень заметно, что там какие-то изменения произошли, но вот если... Кроме покраснения легкого. Ну, да, если вот вам будет делать массаж, вам покажется, что там значительное перемещение скребка. С одной стороны переложили скребок в другую руку, то же самое делали с другой стороны. У скребка вот есть, у этого, по крайней мере, есть выемка такая, ее можно очень удобно пристроить так на край подбородка, и это движение мы ведем так, чтобы там что-то похрустывает, какие-то... Ну, не сильно же хрустеть должно. Да-да-да, оно должно хрустеть, это не должно пугать, вот это одно движение, потом более сложное мы вот узкую сторону под подбородок кладем, и край у нас скребка где-то в центре подбородка. И этим движением мы будем вести тоже по краю подбородка и выводить на щеку, поднимая щеку. Да, такое движение забавное. Ну, нужно научиться, и должна быть практика для того, чтобы это можно было делать. Да, нужна такая-то практика с первого раза, особенно в студию, думаю, что получится что-то... Но главное, что есть эффект, и можно этому научиться. Эффект есть, да, нужно, ну, 10 сеансов как минимум, можно не каждый день делать, потому что все ленивые, 10 сеансов сделали дома, поотдыхали там какое-то время, либо посмотрели в зеркало, поняли, вот пора, пора начинать новую серию массажа, и тогда продолжаем. Спасибо большое, Юлия, что пришли к нам, устроили настоящий массажный салон, а с вами прощаемся, всего доброго, до свидания. Хорошего вам вечера. Ну, я надеюсь, что вы запомнили техники самомассажа и будете ими пользоваться. Ну, а НЭП продолжается, оставайтесь... Субтитры сделал DimaTorzok